Час настоящего ужаса пережили пассажиры рейса, которые накануне вылетели из доминиканской пункта Каны в Москву. 350 пассажиров и еще 20 человек экипажа, уже находясь в воздухе, услышали, как в одном из двигателей что-то взорвалось, салон заполнился дымом, и все это над Атлантикой. Пилоты Боинга стояли перед выбором, продолжить путь через океан без одного двигателя или экстренно садиться, но вокруг тысячи километров водной глади. Сразу скажу, что все в итоге завершилось благополучно. История этого рейса и эмоции пассажиров в материале Натальи Люблинской. Яркая вспышка, толчки, массовая истерика, белый дым в салоне. Так описывают пассажиры Боинга 777 оренбургских авиалиний отказ левого двигателя в небе. Они только взлетели из аэропорта Пунта Кана в Доминиканской республике. Шла 15-я минута полета, 6 тысяч метров над землей и хлопок. Пилоты запросили аварийную посадку и начали сбрасывать топливо. В баках лайнера было 80 тонн авиационного керосина. У людей началась паника. Дети начали плакать, кричать. Экипаж вышел, успокоил всех людей. Где-то минут через пять стало понятно, что тяга у нас все-таки есть на одном двигателе. А те, кто сидели в экономе, видели, что из турбина прям пламя открытое было. Люди надели жилеты уже, приготовились к худшему. На борту 355 пассажиров и 20 членов экипажа. Много детей. Сделав круг, самолет зашел на экстренную посадку. В момент касания земли из-за чрезмерной нагрузки загорелась передняя стойка шасси. Эмоции в салоне не передать. Кислородные маски, паника, звонки близким, несмотря на все запреты, сели. На полосе российский Boeing 777 уже ждали спасатели. В считанные минуты потушили шасси, людей эвакуировали по надувным трапам. От ныне, с сегодняшнего дня я праздную второй день рождения, 10 февраля 2016 года. Тот леденяющий ужас, который испытали мы пассажиры на борту Boeing 777, ни с чем не сравним. Весь салон в дыму, экстренная эвакуация, спуск на батутах. Бежали несколько километров от самолета, который при посадке опять загорелся. Дымился самолет, прыгали с батутов и бежали, бежали, бежали. Все живы. Никто из людей не пострадал. Пассажиров трансатлантического рейса Р-2-554 разместили в гостинице. В основном это россияне, которые возвращались из отпуска домой. Следственный комитет управления по транспорту уже начал доследственную проверку по факту аварийной посадки. Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В свою очередь, руководство авиакомпании объявило летчикам, спасшим почти четыре сотни человеческих жизней, дадут премию. Командир экипажа Константин Парикожа сделал то, что все пилоты отрабатывают на авиатренажерах. Посадил лайнер на одном двигателе. Но есть разница, говорят специалисты, делать это в компьютерной программе или в жизни. Данный самолет выполняет полет, посадку с одним неработающим двигателем точно так же, как с двумя работающими двигателями. То есть это полное резервирование. Ну, конечно, аварийная ситуация. Естественно, никто летать с одним двигателем не будет. По тем сведениям, по тем новостям, да, все было сделано правильно. Вернулись на аэродром вылета. Самолет цел, пассажиры целы. Все благополучно. Боинг 777 – самый крупный в мире двухдвигательный реактивный пассажирский самолет. В небо над Доминиканой поднялась модель 777-200. Размах крыльев у него 61 метр. Вмещает лайнер до 400 пассажиров. 777-200 летает с 95-го года. И это не первый подобный случай. Буквально в сентябре 2015-го борт, принадлежащий компании British Airlines, точно так же не смог улететь из аэропорта Лас-Вегаса. Отказ и возгорание левого двигателя при взлете. В ноябре французский Боинг 777-200 был вынужден сесть в петербургском Пулково из-за отказа двигателя в небе. Самолет совершал рейс Париж-Пекин. В Оренбургских авиалиниях таких лайнеров три. И конкретно этот борт, по заверению представителей авиакомпании, прошел перед вылетом необходимые проверки. Наш Боинг 777-200 своевременно проходил тяжелые и легкие формы технического обслуживания. В частности, на базе Левтганта Техник и в аэропорту Домодедова. Перед вылетом воздушное судно прошло все необходимые предполетные процедуры в доминиканской компании Солтека в аэропорту вылета. В настоящее время идет расследование этого происшествия. В Доминиканской республике сейчас полдень. Примерно через полтора часа пассажири Оренбургских авиалиний должны вылететь обратно на родину. Из Москвы за ними уже прибыл резервный борт, чтобы забрать их домой.